Дорогие друзья, всем добрый вечер. Наши чтения стихов в прямом эфире с размышлениями на некоторые очень важные темы. Сегодня я бы хотела поговорить о таких двух моментах. Первый называется «Я делю людей на люди мои и люди не мои». И второй момент связан с идеей о том, что я нахожусь в кризисе или я нахожусь в какой-то сложной ситуации, что мне делать? В конце я зачитаю вам стихотворение Амара Хаяма. И начать хочу с первой идеи. Недавно у меня была встреча с одной необыкновенной девушкой. И она говорит, знаете, Елена, у нас был коучинг, она говорит, знаете, Елена, вот мне эти специалисты подходят, я их чувствую, я с ними поговорила, и они как бы мои, то есть я почувствовала, что это мои люди. Я говорю, окей. Она говорит, а вот с этими специалистами, когда я поговорила, я не почувствовала, что они мои люди. Я говорю, окей. Я задаю ей вопрос, говорю, скажите, пожалуйста, Аня, а вот эти люди, которые ваши, они откуда вообще появились? Она говорит, ну, они как бы мои, то есть они из меня, они часть меня. Я говорю, окей. Я говорю, Аня, а вот эти люди, которые не ваши, как бы, ну, то есть это вы же их промаркировали, как это не мой человек. Они откуда существуют? И тут Аня моя зависает. Она говорит, они существуют сами по себе. Я говорю, окей. То есть хорошие люди, они как бы ваша часть, они отражают ваши хорошие стороны, они как-то связаны с вами. А плохие люди, они существуют сами по себе. И здесь у Ани начинает мозг, как катушка, вот так, знаете, и Аня говорит такую фразу, я никогда об этом не думала. Аня успешная бизнес-леди. Аня хозяйка очень этического, правильного, экологического бизнеса в Киеве. И Аня говорит, а я об этом никогда не думала. Она говорит, вдруг я понимаю, что люди, которые мне не подходят, на самом деле люди, к которым я не подхожу, потому что эти люди тоже какие-то части меня. Ну, казалось бы, какие-то простые вещи, да, я сейчас рассказываю, ничего нового вообще, вы все это знаете. Но для человека в 40 лет это стало открытием. И мы, знаете, мы любим говорить, это мой стоматолог, это мой педиатр, это мой парикмахер, это мой психолог. Окей. А те, кто не твои, они откуда как бы, а не как, как с ними обращаться. И вот эта идея, когда мы начинаем делить людей на своих и не своих, она делает разлом в нашем сознании. Она вызывает сквозняк. И через этот сквозняк прорастает все самое некрасивое, что только может быть у человека. И тогда люди говорят, подождите, а что надо любить всех подряд? Ну, начнем с того, что человек — это единственное существо, которое может принимать, безусловно, всех. И мы говорим о том, что относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. И нигде в Писании, например, не написано, что к людям, которые твои, относись хорошо. А к людям, которые не твои, плохо относись. Там такого нет. И наши учителя говорят, что люди с высоким уровнем духовного развития, об которых мы развиваемся и получаем самый ценный жизненный опыт, не всегда приятны. Так вот, эти люди с высоким уровнем духовного развития, они обычно совсем не похожи на людей с высоким уровнем духовного развития. Обычно они вообще ни на кого не похожи. И львит у них совсем не духовный. Почему так? Ну, представьте себе, ты встречаешь человека, который сидит в Тибете на горе, медитирует 20 лет, и ты к нему подходишь, и он человек с высоким уровнем духовного развития. Тогда бы все общались только с теми, кто имеет высокий уровень духовного развития. И у всех было бы всё хорошо. Но как-то мир работает иначе. И, видимо, эти люди с высоким уровнем духовного развития, повторяю, об которых мы получаем самый ценный жизненный опыт, вот эти люди, они как-то скрыты от нас немножко. Почему? Нас всё время проверяют. наше эго делит людей на «мои», мне подходит, мне не подходит. Размышляйте над этим. До какого-то момента жизни мы играем в игру. Этот человек мне подходит, этот нет. С этим мне комфортно, а с этим нет. Но в какой-то момент жизни происходит перелом. И ты начинаешь видеть в других людях не себя, а этих людей. Это удивительные люди. И они тебе все подходят, потому что они интересные. Но пока общаясь с другим, ты общаешься с собой, тебе какие-то подходят, ну, те, которые твоя хорошая сторона отражают, а какие-то нет. Ещё один важный момент, о котором я хотела сегодня с вами поговорить. Это когда человек приходит и говорит, я в кризисе. Вот у меня всё, в принципе, хорошо, но иногда меня накрывает, говорит мне сегодня Надя. Я говорю, Надя, а что ты делаешь, когда тебя накрывает? Ну, без слова «Надя». Она говорит, ну, когда меня накрывает, я сажусь и думаю, так, я работаю, значит, в команде, и вот уже все там то сделали то-то, тот достиг такого-то результата, тот уже там 89 курсов выучил, этот там бизнес свой построил, у этого семья там и всё. А я же вот такая бедная и несчастная. Я говорю, Надя, что ты делаешь, когда тебе плохо становится, когда чувства какие-то тебя накрывают? Ну, у женщин есть такой период, один-два раза в месяц, когда нас что-то накрывает прямо и зарывает. И Надя говорит, а я тогда как бы себя жалею. И моя рекомендация для тех, кто решил себя пожалеть, у кого вдруг эти, я называю, пепельные дни возникнут, вы научитесь задавать вопросы тем людям. Лучшее решение для того, чтобы выйти из любого кризиса, это задавать вопросы. И фокус тем людям. И тут я расскажу свой любимый анекдот. Приходит мужчина в магазин и говорит, здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, скакалку. Продавщица смотрит на него и говорит, знаете, у нас нет скакалки, извините, пожалуйста. Он говорит, ладно, тогда дайте мне, пожалуйста, дайте мне кроссовки, новые кроссовки. Продавщица говорит, знаете, у нас нет кроссовок. Он такой совсем расстрелился, говорит, ну хорошо, ну хотя бы футбольный мяч, дайте мне. Она смотрит на него, говорит, ну, мужчина, вообще-то вы в ликероводочном магазине. Мужчина поднимает глаза и говорит, господи, ты сам свидетель, я сделал все, что мог, дайте мне бутылку водки. Это очень классная иллюстрация, на мой взгляд, о том, что мы иногда играем в игру, что мы решаем проблемы. И мне необыкновенно повезло в жизни иметь бесчисленное количество кризисов, проблем, переживаний, сложностей, каких-то тех ситуаций, которые люди называют кризисами. И в моем окружении очень много людей, которые находятся в этих ситуациях, решают их, преодолевают. И лучшие правила, которые я могу точно рекомендовать, упираясь на свой профессиональный, более чем 15-летний опыт работы с людьми, задавайте вопросы тем людям. А теперь очень короткое, но необыкновенно потрясающее стихотворение Амара Хаяма. Напоминаю, что этот эфир проходит в поддержку курса, который называется «На корме человека», где люди с лишним весом стройнеют, помогают другим людям, давая им пищу моральную, эмоциональную, физическую, духовную. Если вы хотите поддержать этот проект, присоединяйтесь к сообществу «На корме человека», а также участвуйте в акции «Поэзия как путь к мечте». Читайте свое любимое стихотворение в прямом эфире в Facebook и приглашайте присоединиться к этой акции своих друзей. Итак, бесценный, драгоценный Амар Хаям. Я пришел к мудрецу и спросил у него, что такое любовь? Он сказал «Ни-че-го». Но я знаю, написано множество книг, вечность пишут одни, а другие, что это миг, то опалит огнем, то расплавит, как снег. «Что такое любовь?» «Это все человек». И тогда я взглянул ему прямо в лицо. «Как тебя мне понять? Ничего или все?» Он сказал, улыбнувшись. «Ты сам дал ответ. Ничего или все? Середины здесь нет». Вам приятного вечера в окружении ваших драгоценных, родных и близких. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...